Валерий Константинович Это будет зависеть от того, как вы отнесетесь к нашему разговору Сейчас идет съемка от вас и съемка еще вот с этого вот фотоаппарата Sony для меня Поэтому я хочу вас тоже представить Это Марина, это блогер, мать четырех детей Вот, хозяйка, ну какая? Это моя, так сказать, неизброшная мечта иметь такую хозяйку Так вот, значит, мы с вами сейчас ответим одновременно на вопросы ваших зрителей У вас большой блог и так далее Почему? Потому что все они делятся на две группы Первые 90% ни за что не будут прививать А, даже религиозные есть ничего против прививки Нельзя, по-моему, эти существа калечить Есть чисто люди не уверенные, есть люди, которые заняты и так далее Им нужно вырастить и семян Коротко, значит, делим все на семечковые и на косточковые культуры В принципе, сельцевые это явно не груши Посмотрите, вот, груши бывает и больше, но вот Ну, в общем, мы поняли Значит, это груша, догадались, да? Значит, человек, который вчера по скайпу увидел мне эту грушу Он сказал, хочу такую Что мне оставалось сказать? Вот, выслать ему, разрезать, взять с ним семечки, выслать Что у него вырастет? Эта груша привита на дикую сирийскую грушу Влияние подвоя практически неизбежно Дальше цитирую Мичурина Это очень важно, я вынужден так долго говорить Почему? Сказать, делайте, как я Но ведь это входит в противоречие с официальной наукой А наука разделилась на до Не так, на Мичуринскую и после Мичуринскую И после проблем Как это вы говорите? Цитирую, я вынужден так долго говорить, извините Цитирую Мичурина Он, Мичурин, берет Антоновку Один из лучших садов, Курская область, Тамбовская область, Антоновка, Мечта Берет все семена и вырастает дикий яблочек Тогда он начинает думать, за что это так случилось И догадался Подвой был дикий Значит, вегетативная организация существует То есть влияние подвое такое, что не испортила плоды Антоновки Мне тут нет Антоновки, но я возьму любую яблочку Кстати, это колонавидное Но получается так, что Ой, я бы мог яблочек в три раза больше Пять На балконе лежат Давайте поставим на паузу и сходим за яблочком Если хотите Не, не надо Перебьюсь Перебью сам себя И вот получится, что Он пытался понять, что Подвой испортил плевой Здесь, когда мне в Скалининграде сказали Мы высылали любые деньги Хотим Я ответил так Здесь семечко Не получится ли так же, как у Памичурина у Антоновки Здесь тоже подвой Дичайшая уссурийская груша Которая есть невозможная Такая Можно использовать в камере пыток Заталкивать в рот И человек все тайно откроет Настолько она противна Дикань Как она повлияла Мы не знаем То есть Вот она, привитая Она сохранила Она вкуснючая Мало того, что крупная Она еще и вкуснючая Но Семечко Испортится или нет Памичурина испорчена А на самом деле Мы этого не знаем Значит, получается как Человек А время 8, 10, 15 Есть отдельный случай Первое плавношение На 20-25 год Вы готовы ждать? Нет Получается, что надо делать? Надо Все-таки прививать Вот тогда Такое получите Вот это хотел сказать Это вопрос принципиальный Насчет семян Теперь насчет Грустная тема Получилась Именно по семечкам культурам Я бы не грушен Но совсем другая тема По абрикосам Сливам Вишням Там вероятность Сохранения качеств Гораздо выше Ну и то Я вынужден так говорить Так как я продаю семена Вот Единственное Увере коллекция Такого больше нет Никогда и нигде Потом Просьба будет Мы снимем с экрана Фотографии Мои Почему с экрана? Чтобы Они были эксклюзивны Ну так положено Да? По правилам Да-да-да-да И вы продемонстрируете Можно вы сюда вставите Фотографии 50 Сделаем фотографии Включаем 100 граммовые абрикосы Обязательно Какие получаются Да? 100 граммовые абрикосы Так? У меня кстати же Есть фотографии Я только что еще говорю так Абрикосы сливы Они чаще повторяют Материнское качество Но может быть не получится Что нам надо Побольше и Что тебе сказал По толще То есть подлиннее Но это шутка А на самом деле Значит Если вы взяли Косточки Моего абрикоса Ну например Так Ааа Смотрите Официально готовился Вот это самые крупные Косточки Абрикоса Которые Можно вырастить В России Это 100 граммовые Академики Вернее Это клоны Железового Почему? Потому что Академик 50 граммовый А это 100 граммовые Ну Потографии Ваши Увидят Да? Вот И Вопрос В том Сейчас мы перейдем Качеству Самих семян А пока Качеству плодов Если они 100 граммовые Вы посадите Вы Это я уже обращаюсь К вашим Зрителям Зрителям А они Получатся 50 граммовые Вы Что Убьете Морду Набьете Да вы будете рады Этого Потому что В научных садах И этого нет То есть Они остановились На грани Ну Это как знаете Есть Мерседесы Есть Там Лепсусы А Где-то Кто-то Жигули Все еще Штампует Ну Как у нас Вот это Тоже самое Они не хотят Выпускать Лепсусы Заморачиваться А мы хотим Получается Яблони Абрикосы Сливы Вишни Черешни Можно сохранить Материнский качество Вкус Абсолютный Можно сохранить У меня Пример Масса Вот мы с вами Были в моем саду Делали Фирму Делали Угощал Угощал Так То есть Еще раз подчеркну Без прививки Можно вырастить Хороший плод Можно Можно Не идеальный Как Но Сохранить Сохранить вкус Да И самое интересное Что они Будут Более Надежные Ест У них Плоды Будут Меньше А они При этом Просыпаются Качество Его диких Предков Выжить И тогда Они Может быть За счет Потери Чуть-чуть Сахара Но это Необязательно Более Живучий Да Вот смотрите Я вас Угощал Не привитым Угощал У них Была Леганка Леганка Кислинка Ну Вы же видели Все гости Едят Горстями Почему Кислинка Нужна Желудку Вот И Получается Что Это Не Спорченный Вкус Это Измененный Вкус Так Назовал Теперь Я еще Закончить Вот смотрите Вот это Вот Видите Я Не вас Дал Я просто Взял А почему Они Такой Витимин Они Дозаривают Я так Сказать Они должны Догнить Полностью Сгнить Давайте На вашу Ковер Еще Покажем Ну Давайте Вот Они должны Полностью Сгнить Так И тогда Я с них возьму Семена Вот сейчас Я вам покажу А то есть Они должны Прям Перезреть Перезреть Вот Потом Я их Выковыриваю Вот Видите Последний Выковыривал Это Как раз Нарядная Ефимова Вот Это Вот Но Здесь Знаете Каких Я брал Самых Крупных Это Моя Как Такая Домашняя Селекция Вот С них А это Мировой Лидер Нарядная Ефимова Так Теперь Смотрите Я вас Хочу Сказать Не Было Солнца Не Было Его Да И Первый Попавшийся Пусть Она Видно Не И Черт Я Не Важ А ждал Когда Дозреет Выкрыть Семена Я Сейчас Быстренько Мою И Они Самое Холодное Лето За 35 Лет Скажите Что Я Не Прав Да У нас Дождливые Каждый день Можно Даже Показать Как Потом Посмотрим Каждый День Вон Они Все В Лужах И Наконец То Они Вообще Не Должны Несъедобные Смотрите Сейчас Давайте Я Для вас Не Выбирал У Меня Не Все Так Ммм Какие Они Вкусные А теперь Семена Вот Они Я Еще Две Недели Буду Гнить Я Тонны Открываю Секрет Вкуснейшая Мякоть Абрикосов Слив Грус Я Сгнивает Только Ради Эти Семен В Холодильнике Именно Чтобы Пошли На Посадку Да Теперь В том Качестве Убедились Так Но Это сладчайшая Груша В данный момент Это Лада Это Сладчайшая Груша Умудрилась Вырасти На Диком Подвое Что Будет Семен Не Знаю И Все Таки Вот Если Холодильник Открыт Там Уже Заготовлены Еще Не Тысячи Нужно Сотни Семен Разных Сортов Семечковых Яблон И Груш В основном Груш Яблон И Доскочила На Деревях Холодно Для Того Чтобы Их Купили Но Дальше Никогда Не Обнадеживали На Страхе Рис Торт Купят Два Пути Первый Мичурина Вырастут Не Дикие Ну Скажем Невкусные Правда Более Морозостойкие Те Кто Не Замерзнут И Второй В Черемушке Там Глемет Помягче Да Врядка За Тридцать Из Магазинных Сортов Груш Абрикосов Слив Черешин У него Единственный Большой Сад Ну Настоящий Мой Как бы За пол Сада И Все Полтора Сада На Черешни Продают А Черешни В Сибири Нет Полтора Сада Один Через Через Это Бодрые Полшину Так Образно Вторая Кусочек Еще у Меня Все Больше Нет А Косточки Вот здесь Вот Лежат А Наши Ваши Как бы Ваши Группы Они Только Саиногорцы Есть Там Допустим Разные Даже Есть За Границей Я покажу Косточки Боднера Теперь После этого Уступления Переходим К работе Семенами Итак Давайте На этом Закончим Вы нам Лекцию Прочитали Да Вот Получается Поставим Пока На паузу Вот Мы Вот Это Записали И Сделаем Вторым Фильмом Как Работать С Косточками И Получится Маленький Фильм Интересный Правильно Так Будет Это Очень Вкусно А Я А грезки Оставляю Вот Я Сейчас На камеру Забыл Сказать Могу Сказать В следующем Фильме Что Вот Таким Образом Съедаются Плоды А Семена Дозревают Кстати Начало Можно Так Сделать Начало Ролика А потом Как Работаем С Семенами Вот И Все Будет Вообще Здорово Тогда Мы Сейчас Тазик Будет Хорошо Видать Вот Должно Маячить На Видном Местике Не Вашей Рекламы Так Надо Повыше Куда Нибудь Положить Чтоб Ее Было Видно Может На Че Нибудь Вот Это Забракованное Сейчас Чтобы Ой Какая красота Вот так Перед Камерой Так Я Сейчас Если Хоть Позвонили Я Думал Будет Заново А я Как Снег На Голубой Нашел Поприличнее Из Этих Вот 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 Так Вот Эту Хорошо Видать Вот Она Грушка Отличная Картинка Получается Все Так Тут Запись Так Идет Я Это Все Вырежу Как Не Выключали Нет Ну Ладно Я Потом Это Все Вырежу Хорошо Давайте Тогда Продолжим А Я У Себя Даже Такие Моменты Работные Не Вырезаю Да Да Конечно Все Пусть Идет Продолжение следует...